надо мы снимаем нижние нижнюю часть это самое короче санечек вдохновленный как поехала шишига решил тоже себе перевернуть заслонку а так как фолловеры просили заснять видео как это делается сейчас санек вами покажет принципе вроде как ничего сложного надо было все таки на ровный стол становиться да ну же видишь все норовит укатиться сейчас все болтики пола собирать коробочки это с коробочкой улетит так по одному бы улетал так все вместе с коробочкой улетит я предлагал не помещается ну да кстати уже могло быть сегодня два это самое там да где-то пообещали мне 53 газона отдать мотор вот эту штуку откручивай вот тут вот тут откручивай сами сами я считаю что вот это откручиваем хотя бы не надо снять мы потом снимешь тягу она провернется и снимется я не знаю у меня из ведра немецкого поэтому у меня не шплинтует я даже запрятали эти чтобы не дай бог никто не покрутила на армейской машине торчат вот сюда хочешь пальцами крути хочешь отверткой потому что у тебя вишь все камуфлированного цвета днище алюминиевые у меня все зеленые так это выбрасываю в мусор я потом подбираю там смотри прокладочка да она мне так нравится чтобы не засрать на нас смотрят улыбается газу тебя там так у тебя газ перекрывает получается тут все сечение бензин не будет идти так теперь это выбрасывай ложи так чтобы прокладка не покоцалась я предлагаю туда может положи его лучше не улетит вообще получается на краю лежит откручиваешь вот эту штуку откручиваешь вот эту штуку и откручиваешь заслонки под заслонки надо более там тонкая отвертка есть короче вот все кто думали димас остановись этим остановитесь все кто думали что не газовали до этого времени оказывается не то что не газовали они просто давали возможность вот этому прибору сделать свою работу а мы покажем как он работает вот покажем для этого надо не выкручивать эту штуку не выкручиваешь и вот эта штука снимется сразу у тебя у нее нет никакого ну можно открыть туда вот эту крышку и показать с этой стороны что происходит где тут надо фонарь пойти наверно взять еще дополнительно сейчас я пойду фонарь на бошку одену можно вот повернуть вот санечек думаешь что он газует а за него вот эта пружинка начинает тянуть вот когда я оську когда я нажму педаль происходит вот такое движение получается что у нас сейчас пружина натянута но когда срабатывает вакуумный ускоритель вот этот память они вакуумный ускоритель ограничитель он берет нажимает и закрывает заслонку независимо что делает заслонка стоит то есть она живет своей жизнью то есть получается что педаль газа напрямую заслонка никак не связано и вот эта штука при что допустим нажимай полностью газ то есть вот ты полностью открыл типа его нет это ты закрываешь вот ты его полностью открыл и вот его пружинка тянет и вот этот вот вакуум при определенных условиях просто берет при полностью нажатой педали газа и закрывает заслонку ну почти полностью полностью дожать нельзя вот отпусти газ об lên вот оно закрылась до это сама почти полностью итог немножко разрешаем открыudo закрывает делаем добром закрывается она с помощью вот этой штуки то есть получается здесь вот сюда в канал вот приходят этим здесь стоят сверление и вот вот канал который это детали посмотрим где там все каналы вот один канал канал канала два там получается и в зависимости от того куда он надавливает с каким усилием какой открывается канал но берет и закрывает просто заслонки перед носом практически то есть вот получается сейчас когда он снимет эту штуку здесь сейчас будет такая то есть вот вал который тягает и вот он просто здесь флажок такой на два положения а все остальное свободный ход получается то есть натягивая заслонку вернее на тебя наступая на педаль газа получается освобождаем из зацепления и уже вступает в действие пружина вот а то есть вот если пружину ту отключить то она заслонку полностью открывает из получается пружина все время как бы в натянутом положении педаль газа перетягивает закрывает заслонку тут той пружины которая стоит на педали газа теперь лёха пришел со своей камерой ты так принес ее на плече как будто камеру нас снимает 1 буксует один щелкает и не срабатывает втулки на этих спереди на сзади у меня проблема оказалась я поспешу наверно откручивай 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 гайку и откручивай вот эту гайку надо будет открутить вот этот флажок выброситься вообще в ашпе и вот это вся байда тоже выброситься там в принципе можно сделать не получится все равно придется точить эту крышку какую крышку заглушку надо будет делать дам я снял перчатки перчатки за чтобы не вымазываться да ну еще кому-то в рот совать эти руки сегодня вечером нас от нас овался уже ну это мог бы быть гинекологами руки в тепле и чистые хорошо это у нас все просто слазит да все снимаешь там пушу пружинка не улетела может пружинку так снять все теперь подожди не спеши вот этот вал стоит на игольчатых подшипниках тут стоит какое-то резиновое колечко вот смотри надо надо открутить что там пружинка а канал теперь надо открутить что какая интересная штука он натуре связан сюда только тут какой-то жиклер стоит да там калиброванный жиклер какой-то и зависимости от там разрежения в цилиндрах она решает что-то слишком сильно газуешь а даже не в цилиндрах получается что от вот этой штуки она идет на распредвалу стоит там центробежный какой-то хрен но она мне не подключена к распредвалу да но она сосет у тебя воздух мимо карбюратора получается мимо дроссельных заслонок сосет под заслонку воздух сейчас и соответственно пыль соответственно грязь когда люди вставляют сюда болты что получается при глушении верхней до получается что машина глохнет да поэтому все же вычитал на раз 66 это глушат вот эти два канала вот раз-два потом пробивают мембрану и закольцовывают вот эти две трубки металлической трубкой такой как для тормозов по поводу перестановки заслонки там еще что-то как бы ничего такого не было это карбюратор щекот бога мне показал рассказал как это лучше сделать думаешь сначала надо было это делать нет вот так можно сюда просто на более жестко здесь можно прижимаю нет она не заходит заходила заходи просто что не зубы дергать у людей я в правую сторону выкручу да ты чуть туда чуть туда же потому что на с той стороны может быть развальцована может ее надо там чем-то поджать ну мастера выкрутилась она типа так когда начинаешь откручивать так первое движение туда-сюда делаешь несколько раз еще надо светить сами ничего не видно за собой блин ну ты же со слепым все делаешь так-то лучше я мастер что-то поломать еще не построил могу только из лего что-то собрать типа подставку под пятку собака барабака это алюминиевые винтики они он все разлетаются это ты плохо стараешься жестче нажимать быть жестче с ними я так жестко нажимал что тот прыгнул обратно но смысле вот он вращается на одном месте это хуже переворачиваем давай посмотрим с той стороны ну да ты там сорвал резьбу ты жесткий станешь говорил что ты ключ порвал гаечный все можешь ехать домой за новое время вот такой получается что она уже просто заслонки резьба это где ты хочешь на 10 поставить туда что придумал просто я так понимаю что здесь используются винты которые не подвержены коррозии там еще понимаешь в чем фигня да не коррозии по моему наплевать она же в бензине и считай стоит тут главное чтобы этот винт не упал у тебя вместе с заслонкой в цилиндр тут уже должно более или менее идти а с тем что делать особо не повысверливаешь его можно конечно с той стороны его поджать чем-то чтобы он сюда выкручивался пальцы наверно нет там надолго тебе пресс нужен пробуй следующий откручивать сама посмотрим что с ним делать сейчас минутка рекламы стоматологии короче в одном из этих татаков вырвалась сорвалась резьба и саня ну и чтобы он с ним делали что придумали да что ты тут придумаешь метчика нет такого мелкого хуйня вырвем сейчас то есть у стоматолога свои решения на все случаи жизни надо пробовать его с той стороны поджимать с этой стороны крутить пошел то он легко уже стоматолог заработаем того чтобы уже собирать мы сейчас будем фрезеровать эту гаечку очень близко чтобы не побило под большим углом разворачивать чтобы тут не покоцать а вот так давайте разверну ну то есть лучше боком фигачить по мне мы разберем стенку не так при чем тут стены стенку разобьем ну так ты же держи чтобы она не скакала обороты уменьшить дрель тяжелая жизнь и шуруповёрт можно на шуруповёрт забыли зачем мы здесь собрались нужно сани карбюратора собрались чинить кино снимать короче когда вынимаете вал этот желательно вот он так резко выскальзывает вот здесь внутри стоят по валу он подержи его так стоят где-то здесь игольчатые подшипники поэтому вот так вот вертикально держа вынимаете то есть изначально он положить эту штуку или сейчас начнем показывать и проедем подшипники поднимая эту то есть стояла но вот так вот снизу вверх с ними он подшипники на вот игольчатый подшипник видно и с этой и с той стороны то есть вал стоял изначально так мы его вытаскиваем переставляем в другую сторону чик а масло капнуть капнем масло это самое то сказали что миллион она ходит потом разбираем вот эту штуку снимаем кручим болтик этот ничего не перепутать по направлению как она стояла выбрасываем вот этот флажок то есть вот эти обе держи болтик выбрасываем вот это лишняя часть получается которая умнее красноармейца и потом вот эту всю хрень одеваем на вал чик не сша шайбочка есть то все совмещается ну тут надо прокладка у нас где-то она есть вот там где ты откручивал надо бросить прокладку ладно это я помню так давай сразу наживим прокладки там тоже одно положение зубом вниз единственное что одевая вот эту вот штуку надо посмотреть в каком положении то есть на валу получается шлиц и туда и туда идет то есть у нас закрытое положение вот оно то есть вот так вот мы и ставим правильно да единственное что нам нужно создать здесь надо делать шлиц а чтобы сделать этот шлиц мы его точили болгарочкой аккуратно может мы найдем закрытое положение ну да надо поставить заслонки потом здесь подтащить смотри вам шайбу не про втыкай то есть мы ставим сейчас заслонки а потом выкручиваем этот винт это не выкручиваем хода ну так зачем выкручиваем на месте как зачем это все снимаем надо нет вот это все снимаю пока ставим заслонки чтобы не потерять вот эту шайбу прокладочку тоже снимаем теперь надо прогнать резьбу вот там где это самое если хочешь капнуть масло можно капнуть но мне кажется фонарь потому что только пыль будет собирать ты крутится так крутится нам прогнать резьбу надо там где вот этот был замученный вставляю тот новый болтик сначала проверим на трубу просто винт закрутить и выкрутить болтик еще резьбу удалось прогнать а потом мы его заклипаем билет будет в одну лишь сторону нашел дорогой болт сани за 10 долларов из нержавейки лишние запчасти выверенную движениями стоматолог загоняет штифт крайнюю пятерочку ты-то хоть что-то прокомментирует как как это стоматологи делают сейчас мы его хигакс полностью не закручивай вставляю второй как в там не второй вставляй как в сценке как вкатать яйцо в голову мальчика ой не получи понял о чем не понял интернетовка что-то да не старая такое еще прикол как вкатать зеркало да как катать яйцо сюда показываю голову мальчика в голову мальчика в голову блин я не но там вчера стиратом ой не получилось еще раз пробуем берем в одну руку яйцо другую руку голову мальчика начинаем втирать эти просто металлогическое что-то просила чешешь я про зерезь так какая ересь я вот оставлю матрица ставлю матрица в зуб она как матрица так модель выстрелила я говорю ой не получилось матрица матрица существует все таки на что-то она тугенькой да нормально они вот а вдруг эти отверстия от другого то есть тут должна быть другая цель встав другой болтик может он не такой покосанный в принципе тогда закрутили все на место которые были короче захватывающее зрелище про заслонку но зато на выходе хочешь сказать что я потом буду на задних колесах только ехать ну да сможешь ставить на козу на перекрестке со свистом уходить пока не зажимает там покрути туда-сюда заслонкой полностью перекрываются зашибись ну тогда поджимай вот и тут так ну резьба оказалась спасена благодаря шарошки шарашки короче вторая заслонка тоже только внимательно смотри чтобы она перекрывала хорошо а я думал чтобы это довольно красиво аж прикипает приклинивает короче если хочешь можно отсюда и оттуда капнуть по пару капель масла у меня есть газ 66 масло 15 в 40 подтягивай наверное без фанатизма лучше расклепать та сторона тоже подтянута нормально сразу расклепываем на как мы его расклепаем ставим вот так на ту штуку как мы тогда и вот сюда по пару раз надо влупить чтобы она допустим при вибрациях не это самое не раскрутился и не упал болтик и заслонка туда заслонка наверно не пролетит вот это канал на в 8 идет и представляешься маленький мне кажется что за парики я бы расточил включились эти короче мы продали им билеты в одну сторону при раскирнении этих раскирнили шлицы следующий раз придется срезать только этим самым шарошкой короче заслонки поставили расклепали болты теперь надо под вот эту вот под вот этот шлиц на вот этой тяги выпилить шлиц сначала прикрутить вот эту деталь потому что все надо 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 собрать и понимать что уже делаешь лиц с верх ногами короче в машине у меня висит наклейка что только при исправной пломбе ограничителя максимальных оборотов гарантия распространяется на двигатель гарантируется безотказная эксплуатация да но как-то она отказывает и с ней что-то сильно сильно сложно завернулись эти что закручиваем здесь лучше что барабанят нет я смотрю почему четыре винта потому что вот это на 4 прикручена вот эти вот этих на 3 запас они там внутри у тебя еще останутся запасные запчасти после всего я вообще нарадоваться не могу так теперь примеряем вот эту хрень там какой-то какая-то из гаечек в принципе она потом подходит то есть по сути продлить этот надо просто до чуть чуть продлить этот если она у нас будет немножко искажена а у нас будет тяга на ускорительный насос труба да то есть надо вот так вот закрыть его до закрытого положения вот прикладываешь закрытому положению и пилим закрытому положению здесь подравниваешь и пилим шлиц заслонка закрыта должна быть тоже добавишь экшена то еще получается что параллельно с ними я бы все равно пилил параллельно принципе да нужно верно совпадало с той стороной хотя не факт давай проверим совпадала на с той стороной или нет что ты проверим ни хрена мы не проверим чем мы проверим как она каком положении закрытое положение там и там да не верти так резко вот так вот возьми поставь горизонтально и закрой вроде как практически параллельно ну примеряю еще раз здесь чтобы лагарочки да еще даже не успевает сфокусироваться фокусируйся она тебе не хочет лёха что за фигня вот фокусировать стояла стояла машина смотрю какие-то капли появились на полу просто взял и потек бак просто просто ему делать нехер вот он взял и потекте сюда надо еще снимать бак вот лужа накапала буквально там минут 10 назад как начала капать лёха пошел протирать тряпкой потекло струей ну вот как это блин называется и по идее надо снимать бак и вести чтобы умыли и варили с той стороны продавили бак просто я балдею и по-хорошему то надо ставить канистру и сливать потому что она за ночь может пытать начать капать что такой струей весь вылится ну да ну там он есть сливная пробка есть лейка тут наверное литров 25 должно быть сливная и с той стороны но с той стороны надо отдельно слить так ну показывай мы сошлифовать нарезали шлицы полу шлиц практически параллельно старому бросаешь шайбы сюда на место бросил тут она была просто хотя у нас она прижимается упор идет на шлицы не прижимается вплотную ну все равно пусть шайба остается бросаешь старую гровер бросаешь старую гайку и зажимая что и гайкой ну ровер тоже наверно бросил я бросил два гровера дайка но собирается и получается что теперь заслонка работает напрямую без всяких посредников все типа чики всю мощность да и и никто не скажет и хватит типа перестань что ты делаешь тебе же еще два года служить на этой машине то есть вот эта штука обычно она подает эти сигналы но теперь она живет отдельно вот сюда теперь надо вырезать крышку и прикрутить ее на три болтика и предварительно намазав все герметиком все весь процесс эти два отверстия нужно заглушить не так и не герметиком герметика и поставишь прошел высохнет сюда лучше пластинку и взять паранитовую прокладку подложить под низу можешь вырезать и паранитовую прокладку пластинку мы резали из алюминия так поверхность намазали герметиком паранитовая прокладка даже лучше будет подожди а мы по моему паранитовую прокладку резали сюда просто паранит какой-то хреновый крошится ну ты счастлив сани надо проверить осталось ключи найти я думаю я знаю где-то у нас из ведра почему-то сколько должна стоить надо тяга и сколько затрачивать времени на ее изготовление или времени на покупку саня саня не хочешь из ведра из немецкого будет не не советская какая-то покрученная уже будет из немецкого ведра так ты ты хочешь прикрутить на место где ничего не забыли ну вот они вот здесь они внутри теоретически вот весь эта прокладка вот по ней вырежешь паранитовую по ней же вырежешь металлическую это все лишнее запчасти что лучше айзинг говорю надо было саня отвлечь вопросом как пройти в библиотеку и тихонечко свинтить у него эту иглу экономайзером закончить крышку привинтил сами уже все на место осталось вот сюда вырезать крышечку и паранитовую прокладочку которая заткнет все эти дырки да в принципе если эту штуку поставить сюда тоже можно создать некоторые сопротивления то есть вот так вот приблизительно эта хрень работала то есть нажимаешь педаль газа и у нее появляется место куда газовать когда педаль газа отпускаешь она закрывает ее и наоборот допустим газу ешь она вроде подгазнула а потом решает что меньше берет и чик и в этом диапазоне закрыла как нажата педаль и как должна быть открыта заслонка прямой связи нет вот так вот всем спасибо да тут поставил предложение ставьте лайки подписывайся даже у кого инжектор у кого дизель кому вообще похер на газ 66 и на карбюратор я говорю это убийца айфонов убийца айфона 8 9 и 10 в нем столько всего железа одного да можно было бы много айфонов сделать из этих драгоценных металлов да 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 да